Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о, наверное, самом популярном русском писателе двадцатого века, авторе самого читаемого романа двадцатого века. Ну, я видел много рейтингов, где этот писатель и этот роман стоят на первом месте. Если вы видели другие рейтинги, что делать? Литература, это, слава богу, не спорт. И о человеке, у которого была, как обычно, у героев русского календаря, удивительная жизнь. Он родился в городе, который сегодня находится не в России, он был хирургом на фронте, он принимал морфий и бросил. Ему звонил лично Сталин, вы уже поняли. Вы смотрите и слушаете русский календарь. И 15 мая 1891 года родился Михаил Булгаков. Булгаков родился в Киеве. Сегодня это столица Украины, но в то время Украина была частью Российской империи, а Киев был пятым по населению городом России. Среди самых больших городов Российской империи были еще Варшава и Рига, которые тоже сегодня находятся в других странах за границей. Население Киева говорило на разных языках, в первую очередь на русском, украинском, идише и польском. Семья Булгакова говорила на русском. Его отец был профессором религиозной академии, и вы можете представить, какая была в доме библиотека, какие темы обсуждали. И поэтому неудивительно, что в романах Булгакова так много религиозной тематики. Красота-то какая! Но сам Булгаков изучал медицину и стал врачом. Но, знаете, это был не самый лучший момент. Началась Первая мировая война, а потом гражданская. И Булгаков служил хирургом на фронте сначала в Первую мировую, а потом в Белой армии во время гражданской войны. И мы с вами, к счастью, не можем представить, что значит быть хирургом на фронте сто лет назад, и какие нужно для этого иметь нервы. Белая армия проиграла войну и ушла за границу. А Булгаков остался, потому что он тяжело болел сам в этот момент. И его первая жена, которая была вместе с ним, она чудом спасла ему жизнь. Но они остались в Советской России, и потом он как-то говорил ей, ты слабая женщина, ты должна была увезти меня за границу. Но, конечно, она была реально женщина с абсолютно героическим характером, и вообще не раз спасала его. В том числе, когда Булгаков начал принимать морфий, и это было в его жизни реальной проблемой. И, кстати, об этом он написал потом прекрасный и ужасный рассказ, который так и называется морфий. Булгаков с женой в результате приехали в Москву, жили в коммунальной квартире, в которой кроме них жило еще 16 человек, и Булгаков занимался литературой. Жил он очень бедно. Литературная слава большая к нему пришла не сразу, а самая большая пришла после смерти, мы об этом поговорим. Но он чувствовал и знал, что литература и театр, а он очень любил театр, да, это смысл его жизни. В Москве через несколько лет Булгаков женится во второй раз. И, кстати, его вторая жена вернулась в советскую Россию из эмиграции, да, вот такая история. И он продолжает публиковаться, писать, работать в театрах, но карьера идет не очень хорошо. Он идеологически не советский писатель, и ему трудно, так знаете, интегрироваться в литературный процесс. Он как-то писал, что в эти годы его работы он прочитал 298 негативных рецензий на свои публикации, и только три положительных. Вот так. В результате трудно жить, трудно найти работу, и вот Булгаков, который устал слышать слово нет, решается на просто невероятный шаг. Он пишет письмо Сталину, советскому правительству и лично Сталину, и говорит, пожалуйста, скажите, что мне делать? Дайте мне возможность жить литературным трудом, жить как писатель, или просто дайте мне возможность уехать за границу, эмигрировать. Через три недели он получил ответ. Сталин позвонил ему по телефону и спросил, это правда, что мы, большевики, так надоели вам, что вы просите дать вам возможность уехать на свободу? Я не знаю, что бы ответили вы. Мне трудно представить себя на месте Булгакова в этот момент, да? Представляете, что он чувствовал? Но он нашел очень красивый ответ, я думаю. Он сказал, знаете, я много думал, и я понял, что писатель не может жить вне России. И он получил позитивный ответ на свое письмо. Это значит, Сталин сказал ему, идите в театр, попробуйте найти работу в театре. Булгаков ответил, я пробовал. Они не берут меня на работу. Сталин сказал, а вы попробуйте еще раз. Может быть, в этот раз у вас получится. И, конечно, как вы понимаете, в этот раз у него получилось. Булгаков прожил недолгую жизнь. Он умер в 1940 году. И, к сожалению, настоящая слава пришла к нему после смерти, как я уже говорил. Его самый большой роман, Мастер и Маргарита, может быть, самый читаемый в России русский роман двадцатого века и самый любимый, был опубликован только в шестидесятые годы, во время оттепели. А собачье сердце, второй бессмертный хит Булгакова, в России, в СССР опубликовали только в 1987 году, во время перестройки. Знаете, человеку без документов строго воспрещается существовать. Мне было уже 17 лет, и я помню, как мы в университете студентами просто все вдруг начали читать Булгакова, да? Прочитали Собачье сердце, потом Мастера и Маргарита, потом другие вещи. Это был просто такой бум популярности Булгакова, годы перестройки. И вообще я, когда думаю о Булгакове, я все время вижу такую параллель, она может быть не очень важная, но красивая, да? Есть другой великий русский писатель, который тоже родился на территории Украины. Это Гоголь. И можно сказать, что Булгаков продолжает в русской литературе традицию Гоголя. Такую, знаете, сатирическо-фантастическую традицию, да? Есть что-то в его стиле. И я уже говорил, что он очень любил театр и много работал для театра. Например, Булгаков написал роман «Белая гвардия» и пьесу «Дни турбиных». И это интересный эксперимент для филологов, потому что он сам написал пьесу для театра по своему роману, да? Один автор одну историю рассказал в двух формах для книги и для сцены. Ну и, конечно, неудивительно, что по книгам Булгакова сняты прекрасные и очень популярные фильмы. Несколько раз экранизировали роман «Мастер и Маргарита». Мега популярная советская комедия «Иван Васильевич меняет профессию». Это тоже история Булгакова, которая так и называется «Иван Васильевич». Здравствуйте, царь! Очень приятно, царь! Очень приятно, царь! Очень приятно, здравствуйте, царь! И, конечно, собачье сердце – это главный хит Перестройки. Как же! Какие уж мы вам товарищи! Где уж! Мы понимаем-с! Мы в университетах не обучались, в квартирах по 15 комнат с ваннами не жили. Фильм, который мы все смотрели много раз и продолжаем цитировать, может быть, каждый день, как минимум, русская интеллигенция моего поколения. И вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе давать советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить. Это фильм, который сняли по вдруг открытой только перестройку книги Булгакова. Многие люди, которые изучают русский, читают Булгакова в переводе, настоящие герои пробуют читать в оригинале и правильно делают. Я честно скажу вам, Булгаков не мой любимый писатель, но, конечно, очень талантливый, очень важный, очень интересный и очень интересный человек тоже. Поэтому я рекомендую вам, если можете, читайте по-русски, попробуйте, если нет, читайте сначала в переводе, когда-нибудь прочитайте по-русски, смотрите фильмы по его книгам и, конечно, смотрите и слушайте русский календарь. Спасибо за внимание. Пока.